Привет, друзья! Сегодня у нас снова в эфире Ask Me, и сегодня я буду отвечать на вопрос. На вопрос о книгах, потому что, пожалуй, это один из самых популярных вопросов. Что вы читаете? Вы знаете, есть много литературы, и все уже знают, что у меня есть канал Телеграм, вот здесь внизу можно на него подписаться, и я выкладываю туда интересные книги, которые помогают становиться лучше, помогают продвигать бизнес в самых различных направлениях. То есть действительно те книги, которые я сама читаю, а не просто беру откуда-то. Поэтому подписывайтесь обязательно, и вы сможете все это посмотреть. Но есть такие, знаете, особенные вещи, которые действительно тебя меняют. И в моей жизни так произошло с книгой, которую я прочитала относительно недавно, но было очень удивительно, потому что ощущение такое, что очень многие вещи написаны из моего жизненного опыта. Вполне возможно, что это связано с тем, что все-таки такая эзотерическая природа, она действительно существует, и многие авторы ее описывают, видят по-разному, и люди, которые умеют слышать, стараются это услышать, увидеть и прочувствовать. И я, наверное, отношу себя тоже к категории этих людей. И все-таки эта книга сегодня стала для меня настольной, и нет такого дня, чтобы я не открыла любую из частей, и просто что-то не прочитала, потому что каждая фраза для меня лично является действительно такой очень важной, той, которая вот ложится как нельзя лучше, и что бывает часто для всех удивительно, это, знаете, она приходит ко мне в нужный момент. И поэтому сегодня я решила не просто рассказать вам о своем любимом авторе, которого зовут Вадим Зеланд, и который, кстати, не факт, что существует или не существует, потому что говорят, что, по сути, никто его особо и не видел, и те видео, которые есть на ютубе с мужчиной в черных очках, вполне возможно, в общем-то, и это не его лицо, ну, в общем, такой человек-загадка. Но отрицать тот факт, что все написанные им книги действительно имеют колоссальное значение и значительно облегчают нам жизнь и ее восприятие, это факт. Поэтому сегодня я взяла в руки бумажечку, и хочу прочитать вам несколько очень важных фраз, по-моему, обсудить их немножко, и если вам это зайдет, я непременно рекомендую вам зайти на мой канал или куда-нибудь в другое место и скачать его книги. Итак, первое, о чем я хочу поговорить, это то, что не цель достигается с помощью денег, а деньги приходят на пути к цели. Очень важный момент, потому что действительно, когда мы ставим себе за цель деньги, мы очень часто, у нас это не получается, потому что деньги действительно являются не мотивирующим фактором для человека, хотя мы так и не считаем. А по-настоящему, когда мы хотим дом, или мы очень сильно хотим машину, или мы, нам, не дай бог, нужны деньги для того, чтобы вылечить кого-то из близких, тогда деньги начинают к нам приходить, потому что истинность наших намерений, она проявляется. Следующее, предлагаю вам хорошо запомнить простой и надежный алгоритм для определения душевного «нет». Если вам приходится себя убеждать и уговаривать сказать «да», значит душа говорит «нет». Запомните, когда ваша душа говорит «да», вам нет необходимости себя уговаривать. Это для меня очень важная фраза, и я всегда пользуюсь своей, той самой интуицией, которая живет внутри меня. Если в какой-то момент я чувствую, что мне становится дискомфортно, и что что-то внутри меня говорит «не иди», «не делай», «не давай», «не отвечай», я никогда этого не делаю. И это самые правильные, как правило, эмоции, ощущения и действия, которые мы совершаем. Всегда прислушивайтесь к своему внутреннему голосу. Если вы будете делать это регулярно, то вы увидите, что он всегда будет уводить вас от неприятностей и, наоборот, приводить вас к тем моментам, которые будут для вас благоприятно складывать. Необходимо выработать привычку выбирать самый простой, подвернувшийся вариант решения проблемы. И это действительно правда. Мы часто говорим такую фразу «я не ищу легких путей». И очень глупо делаем. Зачем мы постоянно что-нибудь усложняем? Все самое простое и очевидное лежит на поверхности. Поэтому в следующий раз, перед тем, как попытаться найти сложное решение, задайте себе вопрос «что я могу сделать прямо сейчас?» И что вокруг меня происходит? Что мне подсказывает, что нужно действовать? И просто сделайте это. При решении проблем необходимо соблюдать одно золотое правило. Прежде чем браться за решение проблемы, необходимо снизить ее важность. Тогда равновесные силы не будут мешать, и проблема решится легко и просто. Конечно, эту фразу больше поймут те люди, которые читают Зеланда. Но просто запомните простую вещь, что нету очень мало в жизни таких ситуаций, которым нужно придавать бешеную важность и сходить от этого с ума. И об этом я напоминаю сама себе очень часто. Когда в очередной раз хочу метнуть в кого-то стакан. Просто задайте себе вопрос «что конкретно сейчас произойдет, если вот этот вопрос не решится?» И постарайтесь себя утихомирить. Всякий раз, когда вы перестаете нервничать, что вот эта квартира вам сейчас не досталась, перестаете рыдать и страдать, и думаете «ну и ладно, значит это не моя квартира». Очень часто вы сталкиваетесь с тем, что уже на следующий день вам звонят и говорят «А, Леночка, ваша квартира, тут случайно от нее отказались, не хотите ли вы в нее приехать?» Единственная свобода, которую мы располагаем, это свобода выбора. Каждый может выбирать все, что захочет. В следующий раз, когда вы скажете о том, что жизнь к вам несправедлива, или что вам чего-то не дали, задайте себе вопрос «а кто заставил меня прийти сюда, здесь работать, здесь жить, быть богатым или быть бедным?» Вас ведь никто не заставляет, это ваш осознанный выбор. Нам нравится считать, что это люди какие-то, государство, шеф, мама с папой заставляют нас. Но не может вас ни мама, ни папа заставить жить так, как вы захотите. Ведь если вы хотели курить в 15 лет, и папа с мамой вам это запрещали, вы ведь все равно курили? А зачем вы тогда идете на работу, куда не хотите, получаете образование? Или что еще хуже, а женитесь или выходите замуж за человека, с которым вам не хочется быть вместе? Никто вас не заставляет, даже та самая злая жизнь, которую вы так воспринимаете. Поэтому делайте свой выбор сами. Примите себя таким, как есть, позвольте себе роскошь быть собой, не превозносите и не принижайте свои достоинства и недостатки, стремитесь к внутреннему покою, вы не важны и вы не ничтожны. Я думаю, что эта фраза будет понятна не всем, но роскошь быть собой действительно для многих сегодня роскошь. Потому что мы так часто стремимся быть кем-то другим, мы так часто стремимся понравиться, мы так часто стремимся сделать что-то, чтобы получить лайк, а не то, чего хотим на самом деле сделать мы. Мы говорим то, что от нас хотят услышать, и боимся сказать то, что мы на самом деле чувствуем. Поэтому здесь очень важно обрести эту гармонию с собой, и тогда вы перестанете считать себя плохим или хорошим. Вы просто поймете, что вы – это вы, и это прекрасно. Пускайте в себя все позитивное, и тогда на вашем пути будут встречаться больше и больше хороших новостей, благоприятных возможностей. Те самые линии, черные, белые, которые мы называем, это ведь не линии, это то, на что мы настраиваемся. И когда мы всякий раз настраиваемся на негативы, видим во всем плохое, все люди гады, все дорого, все бедно, все страшно, все ужасно, то естественно, что мы фокусируемся только на этом. Попробуйте порадоваться простым вещам. У вас есть руки и ноги, здорово, вы живы и здоровы, ваши дети сегодня не болеют, у вас есть работа, у вас есть мечта, вы смотрите YouTube, значит, у вас есть интернет, это же здорово, круто. Как только вы найдете вокруг себя хотя бы 10 простых причин порадоваться, вы увидите, что жизнь прекрасна. И каждый раз, когда мне говорят, что у меня нет мотивации, я не знаю, что делать, я предлагаю вырвать себе зуб или передний выбить, и потом быть очень счастливым, когда он вернется на место, или съесть какую-нибудь гадость, травануться, полежать так пару дней под капельницей, потом радоваться тому, что в туалет вы ходите, как нормальный человек, а не сидите на унитазе, или у вас не идет все через другие дыры. Друзья, причин для радости миллион, поверьте мне. Секрет исполнения желания состоит в том, что от желания нужно отказаться, а взамен взять намерение, то есть решимость иметь и действовать. Это очень важно, потому что зачастую, когда мы говорим, я мечтаю, ну как же, я же хочу, но ничего при этом не делаем, у нас нету решимости иметь и действовать, потому что только действие ведет нас к тому, чтобы получить и достичь свою цель, а в этом случае наша мечта умирает, и мы говорим, мечты не работают. Но помните, есть такая классная фраза, мечты не работают, пока не работаешь ты. Совершайте конкретные действия, имейте намерение и уверенность в том, что так или иначе, рано или поздно вы это получите, и у вас тогда обязательно все действительно сложится. Самая ключевая фраза, которая есть в трансерфинге, звучит «позволь себе быть собой, а другому быть другим». И, пожалуй, это главное, что мы можем сделать. Очень сложно не менять мир вокруг себя, очень сложно не рассказывать другим людям, как им нужно жить, очень сложно принимать несовершенство других, но при этом важно понимать, что ты – это ты, а другой человек – это другой человек. И все, что ты можешь сделать – это вещать в мир, это о чем-то говорить, писать, если тебе действительно это важно, как это важно мне. Но только вы сами принимаете решение, кем вы хотите быть, и готовы ли вы меняться, нужно вам это или нет. Только вы сами можете сейчас воспринять это видео и написать о том, что это очень крутой ролик, или сказать «тааа, ни о чем, фу, фигня». Это ваше восприятие, и я сегодня позволяю себе быть собой. А вам быть такими, какими вы являетесь людьми. И мне будет очень приятно, если это видео вам зашло, и если после него у вас появится желание открыть книгу или включить аудиофайл, и попробовать через эти мудрые слова этого прекрасного существующего или несуществующего человека, а может быть и ангела, воспринять то, что он говорит. Я могу со стопроцентной уверенностью вам сказать, что ваша жизнь непременно изменится. В следующем выпуске я расскажу вам о том, почему предпринимателем может быть не каждый, какими качествами обладает этот вид людей и что такое генетический ход успеха. Вы спрашиваете, а я отвечаю. Не забывайте ставить мне лайки и подписываться на меня, потому что у меня для вас еще очень много интерес.